Нередко приходилось наблюдать, как в фильмах какой-то смельчак бросался в горящее помещение или здание и на глазах у изумленной публики выносил из этого помещения, из огня, жертву, несостоявшуюся, то есть чудесное спасение. На деле же пожарным подразделениям как раз таки приходится выносить из пожара таких бедолаг уже без дыхания и без признаков жизни. Даже передавая в карету скорой помощи своевременно, их в большинстве случаев не удается вернуть к жизни. Еще интереснее наблюдать, когда кто-то из героев на себя выливает ведро воды для того, чтобы войти в горящее помещение. Так якобы вероятнее меньше всего получить ожоги от высокой температуры. И раз мы заговорили о высокой температуре, то к месту, где происходит такое интенсивное горение, просто невозможно не то, что туда внутрь зайти. Близко, на значительное расстояние подойти невозможно. Даже если вылить на себя воду, одежда промокнет. Через сырую одежду пробитие высокой температуры происходит в разы быстрее. Только сухая одежда в состоянии сдержать на какое-то время воздействие высокой температуры на человеческий организм. Боевая одежда пожарных по такому принципу и работает. Она имеет несколько слоев, среди которых внутренний слой. Это утепляющая подкладка, которая защищает не только от минусовых температур в холодное время года, но и от высокой температуры в первую очередь. Как раз вот за счет своей прослойки утепляющей она создает преграду, барьер от высокой температуры к человеку. Если уж защищаться от высокой температуры какими-то подручными средствами в бытовых условиях, то как можно больше на себя надо надеть всего. Я бы, например, завернулся в несколько одеял. И таким образом, если бы мне пришлось быть где-то заблокированным и дожидаться, когда меня оттуда спасут, сидел бы и ждал, возможно. Либо, если мне нужно покинуть помещение, но двигаться через эвакуационные пути, а там в качестве преграды и опасного фактора существует очень высокая температура, чтобы не получить ожоги, я бы завернулся в те же самые одеяло, надел бы на себя там какое-то самое теплое пальто, а может быть и несколько. И в таком виде, в таком состоянии я бы совершал эвакуацию. Пускай одежда верхняя на мне загорится даже, но ожогов от теплового воздействия высокой температуры я не получу, потому что пока это все пройдет, вся энергия, вот эти слои, уже достаточно будет времени мне, чтобы куда-то удалиться на значительное расстояние в безопасное место. Но это если вы собрались покинуть зону пожара. Ни в коем случае не стремитесь попасть туда. Вы пополните списки печальной статистики погибших на пожаре. Это я вам как профессиональный пожарный говорю. Никакие материальные ценности не стоят вашей собственной жизни. И запомните, пожар это та тема, где подручными средствами выиграть не получится.